Новый год уже не за горами, но еще есть время подготовиться к нему. Один из главных атрибутов праздника – пиротехнические изделия уже в продаже. В округе организовано 17 торговых точек. Для сотрудников МЧС это сигнал. Пришла пора проводить разъяснительные беседы с покупателями и продавцами фейерверков. Как правильно выбирать салюты и где их можно запускать, узнала и наш корреспондент Луиза Егезарян. Салют летит невысоко, чуть выше пятиэтажного дома, это примерно около 30 метров высоты. В погоне за яркими впечатлениями в новогоднюю ночь не забывайте о безопасности. Степень зрелищности и высота салюта – не единственное, что надо узнавать у продавца. Сертификат проверили в соответствии? Сертификат не проверила. А сделать это достаточно просто. Сверяйте номер артикула на упаковке с тем, что указано в сертификате продукции. Документ можно потребовать у продавца. Если цифры совпадают, то в качестве этой пиротехники можно не сомневаться. К сожалению, не проверяли. У меня покупал супруг, но я уверена в том, что он так же, как и я, скорее всего, не проверял это. Это наша ошибка. Приобретаем крайне редко. Чаще всего это, конечно, Новый год. Стараемся порадовать своих деток, подарить им праздник. При выборе пиротехники обращаем внимание на целостность упаковки. Любое повреждение на коробке или на самом изделии недопустимо. Запуск фейерверков строго по инструкции и на разрешенных участках. С 1 января 2021 года вступают в силу у нас новые требования. Это правила противопожарного режима в Российской Федерации. Они гласят о том, что категорически запрещается применение салютов, петард, фейерверков в помещениях, зданиях, сооружениях, любого функционального назначения. Также на балконах, лоджиях, у линии электропередач. Эти простые, но в то же время важные правила сотрудники госпожнодзора напоминают продавцам пиротехники. Они, в свою очередь, обязаны доносить информацию своим покупателям, чтобы начало нового 2021 года оставило только приятные воспоминания.